пришелец который в среде твоей возвысится над тобой выше и выше а ты опускаться будешь ниже ниже он будет давать тебе взаймы а ты не будешь давать ему взайны он будет головой а ты будешь хвостом пришелец полностью тобой управлять потыкать и ничего у тебя не будет своего абсолютно будешь будешь существовать в наимнейшем состоянии только по его милости вот что такое еще раз если можно пришелец который в среде твоей что это тот эгоизм который ты сам вызвал чтобы он был среди тебя от которого ты не можешь избавиться это есть пришелец как я могу вызвать эгоизм из себя ты хочешь чтобы он был ты не можешь от него оторваться ты не можешь его оставить на то есть я даже хочу чтобы он был а я думаю в этот момент что я могу с ним работать этим пришельцам у тебя нет другого выхода у тебя нет сил от него отказаться и то есть я не смогу он возвысится надо мной а вот что значит он будет давать тебе взаймы а ты не будешь давать ему взаймы ты ничего не сможешь ему дать а он будет тебе все время давать энергию для твоих эгоистических поступков которых только он будет наживаться и как все так оно и есть в нашем мире то есть он тебя покупает и все это ничего не может делать ты ты это он тебя ведет куда ему надо если он дает взаймы значит я нуждаюсь в этом да смотри как действуют люди каждые каждый только так как вот выгодно его эгоизм он не он не подозревает что эгоизм который в нем это не он сам то есть это пришелец который дает ему взаймы да такая подлость вообще на что сделал творец он пришелец да и он тебя берет и в плен и все каждый из нас каким образом ему им управляют и что только с ним не делают с помощью вот этого вот эгоизма и это все во вред человеку и человек ничего не может сделать до самого последнего места момента как говорится в книге зор когда человек открывает рот и ему дают каплю яда и он не может отказаться он их глотает и умирает а почему он не может отказаться от наслаждения потому что да потому что наслаждение им командует